Так, немножко об идеологии самой среды разработки, которая, в общем, представляет из себя нынче пакет, аж из нескольких сред разработки. В целом идея такова. Вы разрабатываете в одном приложении, вы разрабатываете стратегию управления, это всевозможная логика. Это написано на языках из стандарта МЭК в Света 1.131, то есть там поддерживаются языки СТ, ФБД, СФС и ЛД. То есть не весь набор, там они решили ограничиться или не делать АЛ, но я считаю, что это было правильно. Это уже совсем такой почти ассемблер, но, наверное, это было сделано правильно. Значит, соответственно, вы разрабатываете стратегию в отрыве и от железа, которое будет использоваться, и от вообще поиска интерфейса, вообще от всего. Просто разрабатываете абстрактную стратегию управления, чем бы это ни было, и она живет. Вот этот код, как именно стратегия управления. А в другой, в другой среде разработки, там вот пакет состоит из четырех программ. Вот это делается в C-дизайне, в C-стратеге. А в C-маске вы разрабатываете только поиски интерфейса. Тоже, точно так же в отрыве от железа. То есть просто абстрактно поиски интерфейса. Дальше. Вот в C-дизайне это среда, в которой впервые происходит привязка уже к железу. Здесь вы создаете конфигурацию под конкретное железо. То есть там обменяются C-стратеги и C-масковые файлы. И привязываются к железу, вы там выбираете, допустим, C-пико. Или C-пико-мини. Создаете конфигурацию хоть для одного, хоть для другого, или хоть для обоих, кому с одной конфигурацией. Дальше вы выбираете типоразмер контроллера. Например, C-пико-смол, медиа-милач. И вот на основании этого выбора вы уже создаете конфигурацию, к которой вы привязываете переменные, которые до сих пор были просто переменными, конкретным физическим входом, выходом и так далее. Другие перемены вы привязываете каким-то протоколом, мастерам, слейвам и так далее. Здесь мы привязываем входом, выходом, протоколом. Настраиваем внутренние конфигурации и защиты нашего контроллера. Настраиваем сетевые порты и так далее. Все это происходит в C-дизайне. C-фактори – это такой особо настоящий продукт, потому что в принципе он рассчитан на серийных производителей. По большому счету, часть C-фактори, точнее, обращение в C-фактори есть из C-дизайна. То есть это загрузчик в контроллер готовых уже конфигураций. Подобие того, что раньше было у нас в Винлоу давно. Аня, вот именно не Pico Manager, потому что сейчас есть довольно ворочные продукты, а вот именно Винлоу – тот, что покупается в будущем. Просто C-фактори поддерживает работу с командной строки, и Винлоу довольно легко, там, через какие-то файлы, потому что они интегрируются в такие продукт-лайны, в конвейер, считанные шлиф-кодов, и сразу автоматическое применение каких-то выбор конфигураций. Ну, для людей, которые, ну, там, можно посадить человеку очень низкую грификацию, в которой умеет пользоваться считывательными строки, и выбралась нужная конфигурация. Все. Вот для этого. Поэтому с C-фактори мы с вами даже не будем к нему обращаться. Мы из-под C-дизайна, он будет открываться автоматически, загружаться в контроллер данной, и дальше он будет заключаться. Поэтому это, как бы, программа больше для серийных производителей такого-то там стандартного железа. Ну, вот. Общаются между собой все эти программы через репозиторий. Это некая такая база данных глобальная, которая хранит все-все-все данные о проекте. В связи с наличием каких-то переменах, конфигурация памяти, видимо, как-то кота в каком-то виде упакован, есть, который пишется и так далее. Я, кстати, не вникал, что там внутри этого репозитория. Я знаю, что есть файлы с разрешением ОТР, он лежит вот там, и это репозитория. Все. Вот это я знаю. В принципе, честно говоря, как пользователя среды, меня больше не интересует, что там внутри этого репозитория, как там внутри нее мы организовываем. Моя задача правильно у него сослаться в лучшую мистику. Ну вот. Репозитория появляется, когда вы создаете проект. А проект создается всегда в C-стратегии. То есть, чтобы начать работу, надо начать ее с C-стратегии.